Последний день агитационной кампании. Сегодня кандидаты и их доверенные лица еще могли использовать все доступные в президентской гонке средства, чтобы повлиять на выбор избирателя. Пикеты, выступления на предприятиях, встречи с электоратом, эффективность, проделанные кандидатами работы, покажет подсчет голосов. Завтра агитация запрещена. Слово за избирателем. Впрочем, свой выбор многие белорусы сделали досрочно. Досрочно определились, а многие досрочно и проголосовали. Голосуй в первый раз. Лиза впервые на избирательном участке. Так же, как и ее брат Максим. Голоса семьи Мазуриных сразу два поколения пришли поддержать своего кандидата. Приятный повод прийти, кроме того, что проголосовать, еще посмотреть, что изменилось за год на нашего выпуска из гимназии. Официальная и самая ответственная часть права избирателя – опустить бюллетень в урну. Раз уж выбор сделан, зачем тянуть? На завтра у семьи Мазуриных остается праздничная составляющая избирательной кампании. Тем более, организаторы найдут чем удивить. Столица приготовила на самом деле очень хорошую программу культурную. Завтра будет работать 109 ярмарок перед зданиями, где будет проводиться голосование. Будет работать 559 объектов торговли. Это не только буфеты, это продажа нашей продукции легкой промышленности в том числе. Более того, у нас будет организовано порядка 500 культурно-массовых программ, каких-то концертов, мини-конкурсов для детей, в том числе, не только для взрослых. Солист легендарных песняров Валерий Скорожонок завтра посетит сразу несколько избирательных участков самого большого района столицы. Правда, в качестве артиста. Голосовать пришел сегодня. Даже члены избирательной кампании не устояли, не удержались от соблазна сфотографироваться с таким именитым избирателем. Наше благоустройство, наше благополучие – это именно в наших руках, в руках людей. Поэтому люди сами приходят и выбирают то, что им более подходит. Я лично прихожу для того, чтобы выбирать стабильность. Часто на выезде и за границей бываю, и на постсоветском пространстве, и прекрасно видна разница, где стабильнее. Только за четыре дня досрочного голосования на участки пришли более 28% избирателей. Итоговое число проголосовавших досрочно станет известно позже. Но уже сейчас очевиден интерес белорусов к политической кампании. Высокий процент явки, посещая избирательные участки, отметил сегодня глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев. Мы приятно удивлены тем, что сегодня активность досрочных избирателей как раз очень высока. Видимо, люди не хотят ждать воскресенья. И сегодня, воспользовавшись выходным днем, отправились на избирательные участки. По оценкам наших наблюдателей, мы уже обменивались сегодня мнениями. И завтра явка избирателей, и в целом, я скажу, по итогам выборов, она будет достаточно высокая. Мы это даже чувствуем и по контактам с избирателями. Сегодня, кстати, к работе приступила краткосрочная миссия наблюдателей Межпарламентской ассамблеи СНГ. Это 40 человек из семи государств. Есть требования, которые предполагают отсутствие агитации в день выбора и многие другие демократические процедуры. Все они должны соблюдаться в период выборов, в день выборов. И за этим мы будем наблюдать. А вот долгосрочная миссия уже подготовила предварительный отчет. Его сегодня передали председателю Палаты представителей Владимиру Андрейченко. Как отмечают белорусские законодатели, наш избирательный кодекс соответствует всем международным стандартам. В соответствии с ними организованы выборы. И белорусская сторона рассчитывает на объективную оценку от наблюдателей. Представители миссии Межпарламентской ассамблеи СНГ встретились сегодня с руководством обеих палат белорусского парламента. Мы будем завтра наблюдать за выборами на десятках избирательных участков. Но уже сейчас мы можем сказать о высочайшей готовности Республики Беларусь, имея в виду и избирательные комиссии всех уровней, и, безусловно, самих избирателей. Завтра наблюдатели постараются посетить как можно больше избирательных участков в разных регионах страны. А сами участки для голосования откроют двери в 8 часов утра.